всем привет дорогие друзья с вами miamon и сегодня мы разберем с вами колоду на мил долго просили меня разобрать эту дэчку несмотря на то что гайд не выходил примерно три месяца назад многим нравится грязюка в принципе в ладре скучновато поэтому позабавиться разодорить себя всегда пожалуйста тем более в ладре очень много парабы очень много набегов они укрутятся очень хорошо поэтому порезать им некоторые карты всегда пожалуйста это очень даже интересно в этом сезоне колода получила минус 2 провизии за нерфа телепорта но плюс провизию через удар гнилосердия соответственно колода получила минус одну пробку у меня в деке была карта убийства вместо нее поставил имперскую дипломатию и в принципе особо ничего не поменялось благодаря бафу если бы у нее были две пробки то тогда бы изменения были бы более масштабные поэтому гайдец очень фановый очень веселый я знаю что вам такое нравится не забудьте поставить лайк если вам нравится эта дочка не забудьте лайк если вам нравятся такие колоды а не звать свой дискорд-сервер все новости эксэмагмента будут а там также у нас появился телеграм-канал вступайте в него обязательно если у вас есть какие-то проблемы с ютубом то смотрите меня на твиче если вы хотите чтобы youtube как-то восстановился то у меня есть более-менее подробная инструкция как это сделать есть это во вкладке сообщества есть в телеграме я написал небольшой гайд как это можно сделать вообще переходить и смотреть если вам это очень важно но мы с вами переходим к разбору этой колоды амил колода которая строится на удалении карт оппонента убить скорее на из центровых карт в этой дечке вы вскрываете верхнюю карту из колоды противника и удаляете ее чем чаще вы делите карта оппонента тем меньше как у него очевидно будет соответственно у вас многие карты будет играть гигантский плюс без краева может переигрывать через телепортацию как говорится это ход на ноль много говорит центра и доход на победу зачем убирать телепортацию в колоду чтобы сделать какую-то грязь вы удаляете убийцу вы переигрываете убийцу корей чтобы удалить повторно карту соответственно убийц корей весь телепортации могут удалить 4 карты оппоненту контрелла имеет вероломство по размещению вскрывает верхнюю карту кода противника и играет соответственно и и карта неплохо тем более ее можно переиграть через удар милосердия карта имеет эхо в ночь тренинг с урон вражеском отряду пора справиться дает и играет его начали копию но если у вас есть карта заговор то есть глазик вверх в том месте расправа в любом случае на переигрывать вы будете либо яхима либо контреллу контролю переигрывать если более важно вам замилить оппонента артуре с вигом имеет ассимиляцию когда какая-то карта створяется или карты не было в вашей колоде вы к ставите на стол то он усиливается пора на чем стараете играть копии бронзового отряда из вашей трансовых водой делать ее силу 1 а у вас тут три карты три отряда всего лишь бронзовых это убит с королей а и всего два получается артфиан кирасира они 3 артфиан черепаха до 33 отряда вас всего поэтому выбирайте будете из трех отрядов зачастую это будет именно убийца королей потому что да вы ставите единичку но при этом его будет приятнее переигрывать через репортацию будет получать из-за этого поинты и поинты через артуре с так как эта карта не было вас колоде а ну и как бы милить оппонента намного важнее поэтому через артуре вы можете сотворить копию иногда будет важно поставить артфиан кирасира копию если вы не нашли первую карту потому что эта карта очень хороша под хрустальный череп вы усиливаете отряд на 4 добавляя этой карте покров эта карта будет иметь покров соответственно в рукопашки будет снимать себя всю броню бить оппонента на 1-2 и она не заблокируется она будет восстанавливать свой приказ в обход и будет быть оппоненты каждый ход на 1 2 поэтому карта очень плохая иногда именно ее вы будете играть через арториуса вига но в редких случаях трагран смотрит три верхней карты в колоде противника перемещать одну из них сброс напомню вам что эхо карта сброс перемещать вам не очень выгодно потому что они оппоненту вернуться но зато через трагер на вы можете посмотреть и какие карты есть оппонента какую-то карту от стригобора может добрать оппонент какую-то карту вы можете отдать через тибора какую-то карту можете сыграть через контролу кита карта вам более выгодно удалить то есть вы будете знать три карты и вам важно это запомнить поэтому трагер на плане очень очень хорош и команде позволяет переигрывать а бронзовые отряды и сброса являем обреченный за счету это будет именно убийц и королей. Флакон является альтернативной прокруткой. Если у оппонента также есть флакон, то вы крутите и себя, и оппонента, что очень важно для вас. А если нет, то вы просто добавляете себе 8 усиления, что неплохо для карт за 4 провизии. Дипла способна играть какую-то картонку. Это может быть ход как на 4 очка, так и на 8, 9, 10, потому что вы не знаете, что можете ральнуть с этой диплы. Плюс вы триггерите ассимиляцию того же Артуриуса. Ну или ральнуть какой-нибудь контроль. Абугурд это ход на 6, но у вас тут есть карта контроля по типу Йеннифер, Вильгефорца, поэтому когда вы усиливаете оппонента, вы потенциально можете его убить. Ну и также эта карта хороша под Лжецири, так как вы переигрываете ее, переигрывая Бугурдом и усиливаете ее, очевидно. Артиан Черепаха просто карта статы, 7 за 4, которую неприятно пробивать, поэтому карта в этом плане тоже хороша. Фолян Чародея тоже такая карта интересной прокрутки, которая крутит и оппонента, и вас. Через Фолян Чародея вы можете переиграть и репортацию, переиграть какую-то важную карту, типа Удар Милосердия или Йеннифер. Вполне себе. Выкрутить себя, если оппонент прожимает эту самую книжку, но зачастую он не будет прожимать эту книжку, поэтому Фолян позволяет вам достать халявный спелл. Поэтому оппонент зачастую не прожимает книжку, и вы добираете картонку и мерите оппонента. Лжецири, я уже говорил о ней, также имеет вероломство, по размещению играет бронзовую карту так, что отброса были обреченность. Это мог быть как дипла, но зачастую это будет именно Бугурд. После этого она усиливает себя на 1, по градусу 8, перемещается к вам, уже получается отчаясь себя. В нее неплохо кидаются Бугурд, иногда она переигрывает с Удар Милосердия, но редко. Далее есть такая карта, как Тибор. Имеет он неузвимость. В конце вашего хода является случайным отрядом противника на стой. Каждый раз, когда этот отряд получает статус, в том числе этой карте одну единицу урона. Противник берет карту каждый раз, когда эта карта появляется на поле. То есть, когда вы эту карту посадите на стол, оппонент возьмет карту. То есть, да, вы делаете ход на 15 до 12 движок, но оппонент добирает карту, соответственно, вы будете уже потом в минус карте. Конечно же, вам особо пофигу, главное, что оппонент добирает карту, оппонент с карты уменьшится меньше в колоде. Поэтому вы прокручиваете и перекручиваете оппонента, чтобы он давал все ваши все свои картонки. А карта имеет неузвимость, ее тяжело законтролировать. Что значит статус? Статус это любой эффект, который может оказаться на карту. Это блок, кстати, блок нет, блок не работает, потому что вы добавляете настои. Кровотоки, выносливость, обреченность, настой в настой в настой, то есть, разные настой обои, кровотечение, все статусы абсолютно. Статус шпиона, любой статус, который получает оппонент, будет отригрировать этот самый настой. Если у оппонента будет 2 настой на одной карте, то если он получит какой-нибудь внос, допустим, то он нанесется уже ему 2 урона. Если Тибр попадет под той же карте в третий раз, то он нанесет ему дополнительно 3 урона. Такая вот хорошая карта, долгом играет она очень сильно. Иохим имеет также вероломца, играет на стол оппонента. По размещению играет верхний невероломный отрядцев шкалодой, усиливая его на 8 единиц. Карта для вас хорошей статы, хорошая прокрутка. Опять же, добирать тех же убийц королей, или те же карты статы, например, артфянь черепахи. Сюда, пожалуйста. Он также переигрывает через удар милосердия вполне себе. Йеннифер может забрать любую карту оппонента. Это может быть какая-то карта очень статовая, которую вы потом можете переиграть через Яйхима, так как карта будет верхней. Либо, например, добрать ее через Матухури или Велик из Стригобора. Да, здесь также имеется неплохая комбинация через Матухури и Стригобора. Если вы играете на синей монете, то вы можете поставить на стол Стригобора. После этого Матухури, если вы играете на синей монете, ходите первый. Таким образом, Стригобор не активируется. Матухури доберет вам 9-ю карту, оппонент доберет 10-ю карту, а Стригобор доберет оппоненту 11-ю карту, соответственно, она попадет в сброс. Эта комбинация очень неплоха. Надеюсь, я успею ее показать в матчапе каком-нибудь. Но эта карта повторюсь неплоха. Но главная проблема Стригобора, что иногда он может добрать плохие карты. Например, того же Тибора. Поэтому желательно Тибора всегда иметь в руке. Но опять же, Матухури зачастую будет набирать именно его, поэтому проблем в этом не будет. Много единичек есть. Конторелла есть и лжет Сири. Есть Убийц Королей, которая сила особо не важна. Но есть и же Артфианы Черепахи. Есть там Вильгафорс, Матухури, Тибор. Например, я ищему пофигу. Конторелла пофигу. Артурису в принципе тоже пофигу. Вильгафорс такой себе, да только. То есть больше хороших целей под Сиреговора, чем плохих. Матухури добирает карты. Опять же, как работает Матухури, как работает Тибор, у оппонента всегда должна быть лишняя карта. То есть оппонент должен сходить. У него не должно быть фул пачка 10 карт. Оппонент должен быть картонкой, чтобы вы могли добрать. Сиреговора это игнорирует, поэтому карта летит сразу в сброс. В принципе, все карты я разобрал. Ну и конечно же, обилка лидера. Обилка лидера на приказе Бугурт. Обилка чисто в статы. Ну а также позволяет такие карты, как Бугурт и такие карты, как Лжецири, получить дополнительное усиление в ваш стол, когда вы играете те же самые Бугурт и усилевые оппонента. В принципе, подробно я колоду разобрал. Довольно быстро я по ней пробежался. Самые для вас, наверное, плохие матчапы это матчапы, которые играют в Мидрэндж, в переигровку, например, каких-то карт. Первое, что приходит в голову, такие-нибудь Лавкс Кельги, которые способны переворачивать свою колоду. Там Гудман большой Хайло, там Компас. Вот такие карты и колоды вас пугают. Колоды, которые не крутятся, вас также пугают. Таких вот мало. То есть, точную, все крутятся. То есть у нас крутятся и листья крутятся из метового, и порабощение относительно крутится. Хотя у порабощения есть, например, этот, Теранова, который может создать три карты, да? Но зато там есть Лангкарвейт, и вы удалите золотые карты оппонента. Поэтому тоже надо во время подловить. Там Рыцари хорошо крутятся, их тоже хорошо милить. Там Завещание хорошо крутится. То есть все колоды, которые хорошо крутятся, и не имеют гигантских поинтов. То есть гигантские поинты вас проходят. Контроль вас особо не страшит, потому что, ну чё, убивают вам битв скорее, вы можете через некромантию поднять и так далее. В общем, разбирать как-то серьезно, мило, особо нет смысла. Поэтому переходим сразу к практике. На практике, я думаю, будет более весело. Смотрим. Так. Пороче, он сыграет челик на ножичках. Ну, тот самый, на самом деле, медряньш контроль, который нас очень пугает. Но, как минимум, мы через лакон сможем посмотреть, что там такое имеется. И от чего-то, да, отыграть. Тибора, я, пожалуй, оставлю. Диплуберу. Ну, давай, наверное, черепаху тоже уберем. Набирать через стрегобора. В целом, только вот черепахи нас пугают, да? Опа. Ведьмаки. Ой, хорошо. Он еще и крутится, найсово. Только он еще не успел посмотреть флакон. Это ведьмаки. Это очень-очень хорошо. Это очень хорошо. Даже не посмотрел, чел! Да за что? Так, что у нас тут имеется? Обращение в медведя. Трио ведьмаков, который вообще не сыграет. Гаррет профессионал. Аксий. Эскель. Здесь контроль у него профессионал, плюс Эскель. А также Аксия. Аксия бы как-нибудь отграйдом. Подношением. Так, тут питание травами. В принципе, неплохо еще. Квен. Ну, let's go. Да. Можно Берингара сделать единичка через стрегобора. Это, кстати, хорошо. Контрелла, правда, не рабочая. Ну, пофигу. Аксий мы убиваем. Берингара. Ну, если у нас ведьмаки будут жить, но у нас вряд ли будет жить ведьмаки. Просто Берингара было бы неплохо так же сыграть. Это сброс. Берингара было бы неплохо сыграть. Для этого нам нужно, чтобы карты жили. Теперь он изучил колоду. Это можно сказать, что Эпентер, потому что у него колода очень сильно крутится. Но контроль он имеет, поэтому я не думаю, что будет какая-то беда. Вас ждет засула. Град в обильный, я так сказал. Он так сказал, ребят, он так сказал. Так. Тибора не хотим кидать из-за других картонок. Давайте кинем с тригобора. Посмотрим, какой там контроль есть. Истанет травой, не пугает нас, да? Больше всего. Захватить, не захватит. Хотя... Да, не захватит. Не захватит. Убивает нас. Профессионал, что он не убивает, только если пятики отдает. Какая скелем убивает или с питаниями? Блин, не знаю. Давай. Можно обучить и была лидерка. Я про это имел ввиду. Эскель, хорошо. Будет быстро. Но это показывает в очередной раз, что контроль отдавать какое-то топовое не нужно было. Так, ну есть беда. Рингар, он добирай, да? Это беда. Или так, потому что оппонент ничего не может делать против нас. Он сильно крутится. Ладно, фримачап. На высоких рангах довольно-таки неплохо. Против нас играет Имамон. Блин, ну... Он еще не знает, что мы играем на миле. Добряка, который, вероятно, играет на накере. Надо ему как-то сразу сказать, сорян. Много кибер-катетов все время попадается в гайде. Что ты будешь делать? Так, убираем диплу. Выбираем диплу. Как-то можно и двинется. Нельзя. Нельзя заняться не умеют. Он понимает, в какой джопе. Посмотрим. Ну окей, это не нахер. Сознаем, что это. Ядрить. Это какой-то новый хенд-баф. Это Глаис и Стрис с компашкой. Окей. Начнем тогда с Тиборга. Скуфа на скуфа. Преворачиваю монетку по сути. К этим мувам. Наша задача бороться за этот раунд. Биг контроля у нас нет. Но есть зато Ехим. Которого можно будет получить хороший поинт для этого раунда. Подношение он дает в себя. Интересно. Подношение он Цирю мог убить бы. Но вполне неплохо. Так, сыграем пока, наверное, Мотоку Мотахури. Мотахури. Потом будем милить. Миленько милить. Стригобор тоже пришел. Так. Дает лидерку. Ну, смотрите, у нас две задачи. Либо выпушить все, что она даст, ну, хендбаф в себя. Либо убивать то, что оно останется. Вообще, это, наверное, и одна цель. То есть, либо выпушить эти карты. Часть выпушить. Часть карт выпушить. А другую часть законтролировать. Поэтому вполне себе неплохо мы идем тут. Не боишься. Мы идем по жизни в одиночестве. Привыкай. Кто-то там говорил. Так, у него контроля вообще нет, кроме Шелдана Скакса. Рис слабенькая. Ну да, контроля вообще нет никакого. Алиса будет переигрывать, я не понимаю, кого. Дудки? Наверное, Дудки. Тут Алиса. Так, убивши у королей, можем сыграть. Гавенкарская подмога. Так, его можем добрать. В принципе, все карты пойдет, кроме, наверное, черепахи и Вильдефорца. Но, опять же, Вильдефорц в этой дечке сыграет, в этом матчапе сыграет, но очень хорошо. Идем за лето. Минус Дудка. О, хорошо. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Вот то, что цели выбираем разные, это плохо. Подношения. Ну, это некромантия. Все два подношения были отданы. Отданы под Соденом. Чувство обманчивое. Пора запачкать руки. Руну удалили. Галда пока вся у него при нем. Некромантия бы сказал, что лоу-тэм. А если тебе мои гроши смердят, так вы... Поцелуй пса под хвост. Ей опьес под хвост. Найс. Так, давайте, наверное, Телепорт сыграем все-таки. Некромантия потом можешь сыграть хорошо. Телепорт лучше, наверное, сейчас отдать. Это наш шанс. Еще до Дудка. То есть без Дудок он играет. С Дудочек. Сим, Ласт, Рис. Добили. Добейте выживших. Как будто бы пас, но не факт. Милу пасовать такое. Немилое дело. Майбис его контролл чуть раньше протинуть, но опять же. Но опять же, нет, не было трагерна. Посмотреть мы ничего не могли. Он не играет, что хорошо для нас. Монета перевернулась. У нас 6, у него 7 по картам. Еще Вильгефорца, Йеннифер, Трагерна. Удар милосердия тоже был бы неплох. Пойдет. Такое. Окей. Так, сколько у нас отрядов вообще? Трагернов пойдет под Яхима. Отлично. Начинаем с Трагерна. Начинаем сразу с Трагерна, чтобы понять, что почем. Ядрит там картоний. Ну, самый сильный Симлас, только у нас с ПЛ и одни. Поэтому убираем его, наверное, да? Играть бы он либо в Трис, либо на Токарун. Ядрит там картон. Он его не нашел или... А, ну, он его, наверное, специально, да. Ну, окей. Симлас ему точно не нужен. А вот Рунмак. Тридис, пущеных, не добрал, типа. Дедрит там картон. Так. Рунмак или Трис? Наверное, Рунмак. Наверное, Рунмак Трис у нас переигрывает к какому-нибудь Диплу или с Дудку. Давайте Рунмака сыграем. Рунмак будем играть в числейшую руну? Ну, это не в Гарска. Так, можем себя крутануть немножко. В принципе, норм. Блок, вряд ли. У меня песок в сапогах. Можем сразу Тридис сыграть. Но переиграть всего некого. Да ну, наверное, не будем. Пусть сыграем. Геннифер нашли, найс. Блочки слабенькие. Это... Брин, это я с ним будем играть. Он хорош. А так плохо. Блочки на 7 играют. Ну, годы боячков. Это может больше сыграть. Опять же, что ты и Ахима особо не нужны. Мы его живо переигрывать будем. Давай его. Случайный отряд в руке. Окей, Льгефорс. Льгефорс бафаем. Я боялся, что он будет одной силой. А тут он много лучше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кстати, ой-ой-ой. Так. Там Тридис. Там очень-очень. Точно Тридис. Так. Эти две карты он отдал. Две карты он отдал. Окей, давай пока так аккуратно сходим. Мы идем за лето. Короче, не знаю. Можно было сыграть. Контореллу. Я все-таки не буду инвестировать в Ахима. Домилить до конца. Тем не уже больше не бафать же. Сталин. Сталин, стоп, чё? Лише-таки надо дальше вымилить. Тридис отдавать мы не будем. Короче, это была ошибка. Надо дальше было вымилить. Быть скорее, правда, переграть не могли бы никак. Окей. Энтерелла. Как меня никто не скрылся. Надо было обязательно то делать. Мои извинения, добрый господин. Интересно было играть в Кариовер. Хотя бы какую-то дудку могли бы ральнуть. Я бы пожадничал, что телепорта не было. Было бы лучше. Устанейра дырявая. Возможно, она в колде осталась. Не факт. Ну, скорее всего, да. Стражи долины. Мы глаза долины. Давайте, наверное, трисы дадим. Ой, трисы, цири. Цири дадим в диплу, правда, скорее всего, да? Своих бьете? Нет, своих не бьете. Я не помню, какие там карты есть оппонента. Поэтому придется ее на риски кидать. Всем мы приносим жертву войне. Дурак. Дурак, дурак. Ну, типа, переместить такой седа коляску, наверное, просто. А, переместить себя, кстати, неплохо. Это неплохо. Сго. Опять же, я считаю, что мы бафим Яхима, но, опять же, Яхима усиление особо не нужно, так как мы его через удар молотердой все равно убиваем. Но если второй раз попадет, то уже будет стремненько. Так, Алиса пришла в бой. Смертью вы не отделаетесь. Не заслужили. Это уже больно немного. Нашение почему, да, убивает. Ну, пока лоскот будет за ним, хотя не романтия дырявая. Блин, уже бафим Яхима. Короче, Плай был такой себе сомнительный. Мы глаза Данилы, или как там было? Говорят. Сыграть убийцу королей. Вернифаксу сыграется, чтобы потом дипломатия была, вернее, удар милосердия был дырявый. Удительный. Нерамантия. Нерамантия еще вернется ему, ё-моё. Это жестко. Очень жестко. Окей, играем Яхима уже. Довольно. Ай-яй-яй-яй, не повезло. Не убийца королей. Как же не повезло. Можно будет забрать даже Яхима, но надо забирать будет то, что он прокачает сильно. Очень не повезло. А итог у него будет четыре карты. Замели мы его сомнительно. Контреллу надо было играть. Дабл контреллу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Лидерка пока сейвлю. Особо и нет смысла как-то там терпеть. Шелдон. Скокс, скокс. Скокс. Так. Минус семь плюс восемь. Минус семь плюс восемь. Это сколько? Минус семь плюс восемь. Ну хватает, там хватает. То есть две важные карты, которые будут оппонентом, мы законтолируем. Потому что мы будем с ним на равных. Йеннифер и Вильдефорс есть. Удар милосердия не понятно, куда полетит, правда. Вообще непонятно. Но все остальные карты как будто бы мы законтолируем. Он переиграть будет эти подношения. Которые, кстати, мы спокойно можем задоджить. Пас. Вильдефорс гигачат. На девять будет. Вот это одну из прокачанных карт, очевидно. Там Торквия, Аглоиса и Филавандрель. Ну это понятно уже. Торквия, Аглоиса и Филавандрель. Он дает одну из карт. Скорее всего не Филавандрель, а потому что Филавандрель хотя бы в свистите он распространяет как-то. Скорее всего, либо Торквия, Аглоиса. Ему хватает. Самое страшное Филавандрель. Торкви-то мы законтрим. Вот Филавандрель силен будет. Переся в воду какую-нибудь будет играть он. Удар милосердия тоже до конца непонятен мне. Как будто бы он не сыграет. Как будто бы не сыграет это милосердие. Торкви-то точно не сыграет. Угурт сыграет. Эти карты все сильнее. Главное отыгрывать это подношение, но у нас уже вот убийцы королей. Филавандрель единичка, да ну! Офигеть! Это очень хорошо для нас. Давай так и попытаемся сразу... А, блин, если мы его бафнем, то он его будет хавать. Сложно, сложно, сложно. Ну и даже если мы его бугуртом бафнем, он его съест. Ну ладно. Это плевать, наверное, пусть убивает его. Это не романтия, очевидно. Окей, там осталось... Остался Торкви. Два подношения, что-то еще. Вообще, я мог бы это отыграть, но... Дудка неплохая, Вильдефорс Гига Чадус. Да, реально хороша. Но эта карта доджит... Эта карта более-больше доджит. Наверное, даже ее все-таки. Не факт, что отчетесь что-то хорошее выпадет. Хотя, усиливать особо нечего. Блин, она хороша. Она доджит. Биг контроля там нет. Детя пойдет против отца. Офигенно. Я не помню, она работает, она должна. Да, она работает. Офигенно. Ой, блин. Подношение нерабочее. А, вот такая там карта ездит. Подношения и торпи, все понятно. Подношение и торпи. Подношения и торпи. Поэтому мы инвестируем сюда. Или чтобы не рисковать, можно вот так взять, окей. Ничего не выпадет оттуда. Ты путаешь звездное небо и его отражение. Гебард на 11. Подношение торпи, подношение 0. И торпи мы забираем. Блин, добряка и мамона поймали. Ну как же так-то, блин? Я не хотел. Он по-любому тоже не хотел бить меня в своих оппонентах. Так, против нас играет порабощением. Из хорошего... Что-то порабощение. Скорее всего, там есть кальвейт. Но из плохого то, что у нас монета синяя. И нам надо будет играть аккуратно, чтобы он не заподозрил. И смог нормально показать ян кальвейта. Есть для этого диплом. Ее пока оставим. Банку я бы убрал. Контрола хороша будет. Янифер норм. Бургурты тоже пойдут. Ну давай, один уберем. А то хури норм. Гибора добирает. В целом норм. В целом норм. И плавно нам ее надо оставлять. Для этого раунда. Может лжетверо для этого. Нормально. Начинаем с диплы. Все неплохо. Хрючево. Мы идем за лето. Минус Торрес. Найсова хрючево. Найсова хрючево. Огонь. Тоже диплом. И он его убивает. К сожалению, у нас нет ходов, которые будут нейтральными. Мы уже показываем, что у нас есть такие карты. Музыка. Тут проблема, как раз таки, синие монеты. Ой-ой-ой. Давай покажешь, как надо правильно милить. Let's go. У меня тоже есть удар милосердия. Но пока что не очень нам удар милосердия нужен. Там грявые карты были. Оппоненты. Эксперин оппоненты. Некромантия. Ну, видимо, они самые там лучшие были. Наверное, на мотахури поставим на стол. Почему бы и нет? Музыка связывает тела и души. Набираем Тиборга, убийцу. Тибор в первом раунде давать не хочется на синий. Его на красный хочется отдавать, чтобы монету переворачивать. На синий давать вообще его не хочется. Я бы его поддержал, мэйби. Ой, силен. Показывай. Такой, да? Ну, такое. Ну, такое. Я бы сейчас удар милосердия сыграть в Трагерна. Ладно, пока там бронза. Это наш шанс. Елка. Выдели еще одну бронзу, которую он мог в теории добрать через мотахури. Я сейчас точно сыграю фолиант в Гнилосердие. Плав Диплу. Классическая. Не люфгардская. Но моя Дипла была топовая. Кто бы мог подумать. Да, пока Телепорт сыграем, пока статов хватает. Ну, вот это дадим. Бийца, убийство. Да, это та самая бронза была. Да, пока, наверное, мы в Мотахури. Типа переигрываем все-таки. Пас реалистичен от оппонента, но не знаю. Пасовать милую, когда у тебя колода довольно-таки темповая. Ты все можешь темпануть и нас обогнать, очевидно. И вот Трагерн встроенный? Что, да-то? Так, окей. Фолиант играем в Трагерна. Нифигово. Тиранова варит. Ну, Тиранова убиваем. Варит, там можно сыграть. Наибольшую стоимость и наема в колде противника. Наибольшую стоимость и наема. Окей. Тиранова можно сыграть будет. То потом заменить. Дереть, реально у него мил какой-то. У него тоже мил. Ну, Сиргобор нам в плюс скорее играет. Так, а там варит. Ага, в дальний ряд кидает. Рукопашный, вернее. Невозможно, невозможно. Так, мы играем варит там. Мы играем варит там. Let's go. Надо опять вспомнить. Какой там именно ряд надо играть. Пока что мы милим друг друга на равных. Правда, у нас эхо-карта. А у него тоже окей. И он играет в Алиант. Играем в Телепорт. Это игра, в которой можно играть сдаем. Вот оно что. Блин, я варита хотел сыграть. Окей, я могу сыграть диплом. У меня не зазорно. Давай сыграем так. Так, переместите карту с наибольшей, что мы начинаем. Мы в колоде противника на ее вверх. Let's go. Я, можно сказать, все вижу. Дефанья. Хоть и по-своему. Так, здесь переиграем какую-нибудь диплу, допустим. Пока что. Эх, не вышло опять. Так, солдат у нас нет на столе. Вот на 4, хоть на 4. Давай это. Вот он под тибором сильный. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. Мне. Арториус. Вы не пожалеете об этом вашей нилой. Там удар гнилосердия у нас был. Жаль, конечно. Карта была неплоха. Не играет. Эх, тайминги, да, словили. Не самые удачные. Стефанья, валим. Пачкать руки. Окей. По темпу пока вроде как вывозим. Вывозим. Ему вернется хакарта. Нам нет. Куртиц. Тибора не хочется играть в минуса. Лютый уйдем. Лютый минуса. Эта карта будет десятка, как белка. Можете ее бафнуть и енифер забрать. Цель маловато. Или Вильгефорд, сомненийфер, потом к цели лучше найти. Что за халуйское задание? Мы призываем. Картон. Вильгефорд для него хорошая картонка. Хотя, если мы сейчас Тиборга дадим, то потом его вообще там на мизере останется домилить. Сейчас у него все ровно. То есть у него ровно удар милосердия и ровно 6 карт. Ну а потом Тиборг будет. Потом будет Арториус. Возможно даже телепортацию сможем сыграть. В этом плане все будет супер. По-поинту вроде нормально нам. Может даже сейчас Тибора отдать. Если он продолжит играть, он продолжит. Причем у него много голды вышло. Арториус, Трагран. Его Трагран. Подготовка. СМ Орван. Давай Тибора. Не давайте им передышки. Тов, конечно, много. Худшее попадание, конечно. Кроме Покрова. Покров хуже был. То есть у него вышел Трагран, Артаут, Удар Милосердия. Контрелла, по-моему, была тоже его. Парит был у него. Нормальная карта была удано. Стефан был замилен. Опа! Душилова идет. Хорошо. За раунд борется. Бугуртец. Там биг контроль, да? Вильгфорс. Какой-нибудь. Типа, мы можем ее забрать себе. Но карта такая себе, очевидно. Но лучше не будет. Так, мы выйдем с ним на равных. Суперкарту мы заберем. А какие там суперкарты есть? Никаких же нет. Нам будет чем играть? У нас будет Яхим Лжет-Сири. Что будет у него? Что будет у него? Там бигфорс точно есть. Выкрутит нам семерку, кстати говоря. Выкрутит нам семерку. Бигфорса не хватает? Сейчас я хочу посчитать. Вот этому бигфорсу или нет? Ну, 100% семерка выкручивается. Бигфорс на 5, плюс 9. Не хватает 5, плюс 9, да? А хватает 5, плюс 9, хватает. Хватает. Ну ладно. А там даже Дибор же еще стреляет. Дважды. Да, не хватает нам. Гигфорса вражьего. Хватает. Найс. Отлично. Но. Из-за этого он идет в ничью. И домилить мы его полноценно не смогли. Ну окей. В принципе неплохо. За нами Ласход. Как минимум. У нас Яхим. Вероятно будет. За 3 и Ахима такие карты нам точно нужны. Но пока что всю бронзу находим. Ну как же так? Ну как же так? Главное Яхима найти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Чуть не находим. Так. Бугур у нас есть один в колоде. Надо второй, да? На второй надо иметь. Найс. Яхима нашли. Ну шанс у нас больше. Главное играть от удара милосердия. Гнилосердие. Кальвейт. Лоу-темпик. Может даже его забрать на самом деле. Типа его сыграть вместо вот этих карт. Это no unit. Какой-никакой. Либо лжец цири. Благой империи превыше всего. Сюда мы убийц Клей нашли. И верхние карты в вашей колоде. Давай. Как мне кажется. Наверное черепаха будет сильнее чуть-чуть. Под Яхима. Яхима. Пока посмотрим. Пока просто смотрим. Убийство. Сырю. Найсово. Очень найсово так-то. Давай так. Довольно. Покончимся. Ну, вроде выиграли. Я вообще не планировал цирю реализовывать. Но окей. Я планировал набафать просто жирную карту. Ее сыграть через Яхима. Но будем воровать ее получается. Это он под удар гнилосердия. Но гнилосердие уже не сыграет. Поэтому. До свидания. Ну, мы бы он смолюганил. Но вряд ли. GG. Получается. Порабощенец. Был порабощен. Как-то так. Но мы очень. Филигранно роляли. Убийцу королевства дипломатии. Но в этот момент она не нужна была. То есть из-за этого. Он побоялся в первом раунде играть к Альвейта. У нас не было особо ходов. Ну, в общем, нюансов было много. Так. Просто сыграют грибочки. Дима Алхимия. Монета синяя. Ильвы крутятся хорошо. Поэтому. Наша задача, опять же, не показать. Как можно скорее Убийц Королей. Начнем мы с Артфиайна. Фолиант. Ну, неплохо. Дипла. Ну, как второй ход. Можно оставить. Чтобы я убрал. Эбби Вильги Форца для первого. Конторелла и Яхим. Ну, и два Яхима берем. Ну, диплом. Пойдет. Начнем с Кирасиров. Будем верить, что у него там нет какого-то ответа на это все. Кирасир, он может убить гига Скорпионом плюс лидеркой. Вряд ли он это будет делать. Скорее всего, он что-то с портала или Авалакха. Ждем плюс верим. Трубадур. Раз Трубадур, давайте диплом. Типа эта карта разгонится, поэтому давай ее. Семерка. Танцевальная. Тепло. Компенсальная семерка. Портал он не дает. Ну, ладно, раз не дает. О, о. Вот такие карты тут есть, даже лучше. Раггарн. Эль предков будет хорош для нас. Я бы его припас для нас. Фрейн надо удалять. Не этим. Как его зовут? Вы поняли, короче. Бицкаре можно будет переигрывать через Гассани Фрейн. Короче, Деррен убираем. Контрелла и, наверное, будем переигрывать Эль предков. Ну, надеемся, как минимум. Это Деррен как прокрутка работает. Либо ход на 8. Но это по-любому надо будет сейчас играть. Это хороший кориопер. У нас. У, Касима. Потенциально эта карта может сыграть. Потенциально. Играем Контореллу. Хорошо. Там был Гассани Фрейн и дальше. Ну, один с карт уже неплохо. Почему он у него жесткий, учитывая, что там есть Эль предков? И он выпал жесткий. Гремис в не тот ряд прыгнул. Ну, он все еще может спокойно разбавить. Там много картера и усиливают. Спокойно. Стремись дойти к тому, что взор не видел. Так, а это мы удаляем. Сразу. Пачкать руки. Прею. Чтобы Водкиль был слабее. Там он по-любому есть. Касиму переиграть через удар милосердия. Ну, такое. Если нам будет хватать темпа, то сыграем телепорт. О, что не этот? Тепорт нам не хватает, да? Тепорт не хватает. Давай так. Киборг убийца. Сильно. Очень сильно. Можно Кайона переиграть, на самом деле. Разбафать его до пяти. Можно лидерки его будет разбафать. Рантов много, на самом деле. Давай его сыграем. Частоты мы не наберем в этом раунде. Они нам очень нужны будут. Что, Ламберт? Опять клетки? Вот так сюрприз. Опять клетки. Получается опять. Эту карту можно разогнать, да? До 11. Вполне. Микромантия не играют у нас. Он играет книжку, что хорошо. Можно сыграть как бугурты, так и различные другие карты. Заблокирует его, блин. Жалко. Блин, очень жалко, на самом деле. Очень сильный плейбл. Против нас. Димочка на ноль. Димочка на ноль. Обидно, блин, на самом деле. Такие плейбл могли хорошей получиться. Оставить тиборга, но это будет большой минус, гигантский. Хватает ли бугурта? Бугурт играет у нас в этой... Да, хватает бугурта. Играет на 8 плюс, еще эльприма есть. Это наш шанс. Его удалили. Ну, маловато. Пока маловато, удаляем мы ему. А, правда, чем богат кемирадам? Ну, справедливо ради, мы очень мало каких-то крутых карт у него забрали, плюс удалили. Еще у него не романтия есть. Это даже, наверное, в минус ему играет. Ну, окей. В данный момент, как будто бы даже в минус. Забавно, что нильфы и скеллиги играют, а тут каен на столе стоит. Так, пена. Окей, даем уже тиборга. Тяжеловато. Все, его раньше ставить. Очень много стов там выдал. У нас еще есть ход в виде Йеннифер. Плюс эльприма. По итогу у него, ему вернутся три карты, одна из них они романтия будет. Сценарий. Хорошо. Еще грибы. Поэтому, я думаю, мы своруем. По темпу у нас вообще все отлично, на мой взгляд. По темпу все отлично. Тут бьем на 6, убиваем сразу движок какой-нибудь. В целом пойдет. Догонки он одним ходом, вопрос. Если там друидки. Нету, видимо, да? Жизнь хороша, когда странствуешь по миру. Пас. Смотрим, догоняет ли он. Мне кажется, не догоняет. Потому что он на дурачках хотел нас взять. Все, он открыл. А он на первой главе ее оставил. Забрали раунд. Да, в минус карте, но забрали. Дальше мы его домиливаем. Спокойно. И возвращается они романтия. Он, скорее всего, с ним ганит, правда. Но не суть. Удар гнилосердия. Друидка нам не нужна. Кирпаха тоже особо не нужна. А вот Арториус неплох. И Яхим тоже хорош. Подмил для этого раунда вполне. Статы будут у нас, как минимум. Мы сможем через него добрать, там, Стрегобора, там, или Убийца Королей. На чем сразу отсюда, я думаю? Так, а тут у нас один Убийца Королей. А, Убийца Королей один. Тогда отсюда начнем. А то вдруг там Белка. Мы идем за лето. Руфель Рыхлый не нашел оппонент. Единсекс его Кариовер. Ну, вроде победа. У него уже две карты. Просто сейчас надо выпустить то, что недовыпушили. И все. И все! Из таких моментов нам бы, наверное, только Яхима чуть раньше сыграть. Потому что может прийти Стрегобор. Он может не активироваться. Да, милили, добряка. Приджи вряд ли будет. Приджи вряд ли будет. Приджи вряд ли будет. Продолжение следует...